Уже говорилось, был опубликован материал, посвященный 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. У нас присутствует исследователь его творчества и жизни, автор журнала «Невский альмонарх» Андрей Иванович Галинский. Ему слово. Я Достоевским занимаюсь давно, и занимаясь им, я сделал вывод, что, несмотря на то, что Достоевский рейдин не имеет большую историю, но есть и белые пятна, и малоисследованные периоды. Один из них касается молодости Достоевского, пребывания его в гостях в Лебели у старшего брата Михаила, который там служил. И вот так получилось, что, во-первых, были опубликованы воспоминания о том периоде, воспоминания Александра Резенкафа в этом издании, и они были опубликованы полностью через 150 лет, как были написаны. Когда Александр Резенкаф написал воспоминания, а он написал их сразу после кончения Федора Михайловича, то Миллер, издатель, их очень сильно сократил, и все оставшееся время они лежали в архиве. И вот опубликация полностью воспоминаний Резенкафа, который уроженец Ревеля и был дружен с Байкиным Достоевскими, совпала с моими посещениями Таллина и работой в таллинских архивах. И, естественно, у меня возник замысел, но поначалу я хотел создать исследовательское произведение, документальное, основанное на тех фактах, с которыми я столкнулся. Но когда я начал писать, то у меня почему-то пошел художественный текст. Не знаю почему. Я поначалу испугался, потому что это большая ответственность создать художественный образ молодого Федора Михайловича. Но когда он у меня стал создаваться, он мне так самому стал понравиться, что я стал продолжать. Потом состоялось счастливое знакомство с журналом «Невский альманах» с Владимиром Степановичем, который, прочитав, решил, что это нужно опубликовать. То есть, я так понимаю, что он нашел, что это достойно публикации и что там есть что-то интересное. Значит, конечно, мало известно фактов о том периоде, хотя Достоевский был в Ревеле три раза. Это 1843 год, 1845 и 1846 год. Причем долгое время, почти все лето. И, конечно, какие-то моменты пришлось фантазировать, чтобы были какие-то связки. И мне хотелось... Вот первая мысль, которая возникла, когда я стал фантазировать, что там могло происходить. Почему-то у меня возникла такая фантазия, что Федор Михайлович непременно должен встретиться с Гофманом. Это его предшественник, немецкий романтик, который очень повлиял, особенно на его раннее творчество. И я стал думать, ну как же произойдет встреча, если Гофман 20 лет как умер, вот к моменту первого посещения Ревеля, 1843 год. И здесь ко мне пришла мысль, что нужно воспользоваться методом самого Федора Михайловича, у которого в произведениях часто появляются привидения, призраки, ну там происходят всякие галлюцинации. И вот почему бы с молодым Достоевским не могла произойти такая галлюцинация, поскольку первый раз в Ревеле он приехал специально, чтобы полечить нервы. И его туда направил доктор инженерного училища в альтернау, потому что как раз закончились выпускные экзамены. И доктор обратил внимание, что у Федора Михайловича некоторое такое нервное истощение наблюдается. Вот. Итак, мистическая встреча с Гофманом. Естественно, они говорят о роли литератора и о литературе. Но поскольку у меня уже материалы переработаны в пьесу, чтобы было легко выступать специально на презентациях, то я сейчас почитаю параллель. Итак, Гофман, присели бы вина выпить? Спасибо. Позвольте спросить, вы чего на меня так глядели в окно-то? Так вы глядели? Ну я потому что вдруг увидел вас, а я вас. Вы меня знаете, что ли? Я вас не припомню. Никак не знавал. Просто было интересно, побежите вы за мной, если я побегу. Только и всего? Только лишь. Вот чудак. Все хочется услышать, чем сейчас люди живут. Впрочем, ничего нового. Что может поменяться? Вот только чувствительным вроде вас, как и тогда, трудно. Когда тогда? Ну, я жил намного раньше вас. То есть, что значит жил? Это значит, потом умер. Новый шутник, однако. Мои шутки давно закончились. Разве в книгах остались? Вы хотите сказать, были писателем? То есть, как были? Было дело, было. Стало быть, сейчас я разговариваю с привидениями. А! Ты малый смышленый, ты мне нравишься. В отличие от всех. Все они, пожалуй, скажут, что из тебя толку не выйдет. Ну, почти все, почти. Думаешь, чего они тут не просыхают? Фантазии нет, жизнь сочинять. А хочется ее, жизнь не так. Вот в бутылке и тянутся. У нас сочинители, а нас сочинители шпыряют как могут. Кто у них в первый рак? Конечно, сочинитель. Пишет, пишет, они по неволе задумываются. И всякий бред в голову. А жизнь не бред. Та жизнь, которую они устраивают. Вы угощаетесь, угощаетесь винишком. Отличный кахмейлер. Здесь прямо как в гепке Лютера и Вагнера. Мы с вами немного выпьем. Молодой, изящный господин. Зачем напиваться? Нам и так хорошо, правда? А может, мы напиться. Но все равно мы напьемся не так, как они. Мы свое дело знаем. Федор, робко. Отечественные записки. Недавно перевод крошки ЦАФИС опубликовали. Друг из Петербурга как раз сюда привез. Ладно ли перевели? Вполне. Я все в оригинале читал. Прямо все. Все. У нас в инженерном хорошая библиотека. Я по ночам все время читал. И все. Вас хотел спросить. Жизнь действительно игра мрачной всего. И даже не просто игра ужасная. В особенности, если речь идет о гергунтерских общинах. Дело в том, что в то время в Ребеле был пастор Агус Хун. Он был последователем вот этой немецкой гергунтерской общины, которая проповедовала стихизм. Они изгнали всякое веселье. Все так же вилять. И они страшно боятся, что это желание откроется. Да и еще орудия всякие придумывают. Орудия? О-о-о. Этот город, его шпили и башни. Разве не напомнили вам про орудия? Здесь ведь и тюрьма сохранилась с тех времен, когда пытали. Вы начитанный, юноша. Вы знаете, как пытали? О да, это ужасно. Кровь в жилах стынет. Я никогда не мог представить, каким жестоким варваром это пришло в голову. О-о-о. Был заказ выше, вот и изобрели. Иначе мы поплатили с чем? Вот именно, головой. Кому же охота, чтобы его голова, как корзина, свалилась в капусту? Ой, что с вами, что? Дурно, дурно, простите. От средневековья не всегда делается дурно. Даже на миг не могу представить, как все это происходило. Чувствительнейший молодой человек. Это дар огромный. Андрей Иванович, я прошу прощения. Сейчас, можно вот финальчик? Финаль? Да. А это все листы у вас будут? Не-не-не-не-не-не-не. А, пожалуйста, да. И Федор Михайлович отвечает на это. И нет, конечно, непыточные орудия напомнили мне башни и шпили этого города. Они напомнили мне бедного Идальга, которого так жестоко осмеяли в обществе. А Идальга – это Дон Кихот, любимый герой Федора Михайловича. И мне кажется, что сам Федор Михайлович был очень на него похож. Такой же наивный романтик, который хотел, чтобы всем было хорошо, но, встречая агрессию окружающего мира, он не понимал такой реакции. И ему, как бы, и хотелось любить мир, и вместе с тем хотелось некоторых людей, которые плохо поступают, как-то вот отчихвостить. И вот на этом противоречии, как бы, некая раздвоенность, он стал создавать свои первые произведения. И последующие, не случайно, самое первое произведение после бедных людей называлось «Двойник» именно вот о раздвоенности человека. Когда человек в обществе один, думает о другом, ему появляется «Двойник», который полностью на него похож, и замещает его реальной жизнью. Вот, читайте подвес в Невском Альбонахе, кроме того, готовится отдельное истояние. Вот я и хотел это сказать, что скоро выйдет книга, во всяком случае, в этом году, Андрея Ивановича Галичского, и вы с удовольствием прочтете и пьесы, и повесть, а автор вы уже видите, знаете. Давайте ему поаплодируем. Спасибо. Спасибо.